В магазин хорошо ходили. Костюм мне очень сильно нравится. Будущий первоклассник Елисей Фролов уже готов идти в школу. Костюм мальчик выбирал с мамой по принципу, чтобы тот хорошо сидел, так как форма в школе почти свободная. Мы идем в школу, где нет особых критерий, чтобы строгих, чтобы в каком-то магазине что-то закупаться. Сказали, все, покупайте по бюджету. Темный костюм, темно-синий или черный. А при выборе рюкзака мама с сыном разошлись в интересах. Но все-таки им удалось найти такой, который понравился и маме, и будущему школьнику. Многие дети играют в компьютерные игры. Мы покупали, конечно, из того, чтобы рюкзак был удобным для ребенка, ортопедическая спинка, ну и, как многие родители знают, чтобы и без выдерживали рюкзак. Ребенок выбирал, конечно, по картинке. Игра Майнкрафт. Ну, Елисей вроде у нас очень сильно доволен и остался рюкзаком. Содержимое рюкзака семье покупать не пришлось. Тетради, карандаши, ручки и другие канцелярские товары им подарили. И рабочее место для Елисея тоже не потребовало больших вложений. Стол ему, слава богу, нам подарок достался. Стол удобный Елисею, кажется, это тоже сразу же смотрели. Компьютерное кресло, чтобы удобно было ему сидеть. Уже опробовали, уже писали, читали за этим столом. Особое место в подготовке к школе Дания Фролова отвела для дополнительных занятий, на которые ходил Елисей. Писали буквы, читали, буквы изучали. Несмотря на подготовку, мальчик переживает перед первым днем знаний в своей жизни. Потому что не знают друзей, новые учители будут. Однако закаленный на спортивной секции характер не дает Елисею поддаться чувствам. Мне нравится забивать голы. А у тебя сразу начало получаться? Или, может, сначала что-то не выходило? Сначала что-то не выходило. А долго учился? Очень долго. Не сдавался? Не сдавался. А в школе тоже не будешь сдаваться? Не буду. Никогда. На торжественную линейку 1 сентября семья Фроловых отправится в полном составе. А через пару лет и младшая дочь тоже пойдет в школу. Сборы первенца обошлись родителям в 15 тысяч рублей. Елена Баура, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.